Лицензия получена. Первый частный детский сад получил право на образовательную деятельность. Заболеваемость растет. В Нинницком округе отмечены случаи гриппа. Гигантские кролики, куры, коровы и не только. Наша съемочная группа побывала в гостях у телевисочных фермеров. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Первый частный детский сад НАУ получил лицензию на образовательную деятельность. С января 2017 года это учреждение наравне с государственными детскими садами будет оказывать образовательную услугу жителям города. В настоящее время в саду открыта группа дневного пребывания, которые уже посещают несколько детей в возрасте от полутора до трех лет. Таким образом, проект по созданию детского сада на 25 мест для малышей до трех лет, начатый с нуля в 2015 году, подошел к своей конечной цели. Как пояснили в профильном департаменте, для получения лицензии начинающие предприниматели разработали и внедрили образовательную программу. Помещения прошли санитарный и пожарный контроль, что обеспечивает необходимые и безопасные условия для нахождения детей. К работе с воспитанниками привлечены специалисты с педагогическим образованием и значительным стажем профессиональной деятельности. Все это учитывалось при проведении проверки на лицензирование. Финансовую поддержку региона частное учреждение будет получать наравне с государственными садами. Изменения в окружном законодательстве, принятые по инициативе администрации НАУ в ноябре, позволят частной организации получать и субсидию на возмещение затрат. Господдержка предусматривает компенсацию расходов на оплату труда, приобретение учебников, средств обучения и игр. В Ненецком округе отмечены случаи заболевания гриппом. По данным мониторинга Роспотребнадзора по НАУ, на прошедшей неделе в округе зарегистрировано 606 случаев ОРВИ, из них 456 у детей. Заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями выросла более чем на 6%. В двух случаях болезнь вызвал вирус гриппа. Показатель заболеваемости ОРВИ в целом по округу составил 139,7 на 10 тысяч населения. Недельный эпидемический порог превышен на 43,4%. Чаще всего в данный период болели дети от 3 до 14 лет. Согласно данным лабораторного мониторинга, заболеваемость жителей Ненецкого округа обусловлена циркуляцией как респираторных вирусов негриппозной этиологии, так и штаммов гриппа А с неопределенным субтипом. В целях снижения распространения ОРВИ гриппа в детских коллективах окружным управлением Роспотребнадзора проводится мониторинг закрытия образовательных учреждений. На сегодняшний день закрытых на карантин учреждений нет. Однако на досрочные каникулы ушли школы в селе Ома и поселке Каратайка. По данным Центра гигиены и эпидемиологии ВНАУ, противогриппозной вакциной привыто 17 275 человек, что составляет 40% от всего населения округа. Под занавес уходящего года принято подводить итоги. Особые успехи в 2016 году Нинецкий округ достиг в сфере сельского хозяйства. Образцовым поведением фермерского хозяйства можно смело назвать тельвиску. У фермерской семьи Григорьевых побывала моя коллега Валентина Чибичек. Вот это самая спокойная корова Цевуля. Авдена, она как первая телка, она диковатая немножко, ее приручают немножко, ну уже более-менее она стала. Цаванка, ну такая тоже, у нее тоже свой нравственный характер, тоже она построже с ней. Животные мина немножко построже быть, потому что если дашь немножко слабинку, то они начинают бездельничать. Фрося, Дуся, Авдена, Цевуна, Цавана и два бычка – Андрей и Федя. Настоящая гордость Александра Григорьевых. К каждому из подопечных фермер имеет подход. Кого-то ласкает, а кого-то может и приструнить. Ну, Фрося, иди, иди, иди. Большое хозяйство Александра начиналось с одной коровы – Цевули. Удой-любимицы до 22 литров в день дали повод задуматься о расширении поголовья. Спрос на молоко в тельвиске есть, а значит продукция будет востребована. Александр написал проект и подал заявку на грант в фонд поддержки предпринимательства. В итоге социально значимый проект был поддержан. Предприниматель получил грант в размере 500 тысяч рублей. Какие вы можете дать рекомендации, пожелания начинающим фермерам? Те, кто хочет открыть нот, как-то боится? Ну, не надо бояться, надо всё равно пробовать начинать с чего-то. Тяжело, конечно, бывает, но надо выходить из этой ситуации любыми способами, выкручиваться как-то. За счёт собственных и грантовых средств Александр построил коровник и приобрёл ещё несколько голов. За каждый литр реализованного продукта, а это порядка 40 литров в сутки, фермер получает субсидию из окружного бюджета. Благодаря этой поддержке удаётся держать приемлемую цену для покупателей. А чтобы прокормить поголовье, планирует закупить технику для самостоятельной заготовки сена. В этом году купил два трактора, ну, такие старенькие пока, на первое время пойдёт. Потом, когда раскручусь, надо уже что-то новое брать. После Нового года до мая надо будет приобрести роторную косилку и пресс-подборщик, это рулоны закатывать которые. В новом году фермер планирует расширяться дальше, поэтому в хозяйстве появился ещё один питомец. Симпатичный конь с рыжей чёлкой будет пасти большое стадо. Послушать где-то, помощь может нужна будет, сено перевернуть, да так вот. Раньше же на лошадях всё делали. Ну, полезное животное. Да, да, да. У меня жена давно уже хотела, мечтала о кометах. Но это ещё не все обитатели телевисочной фермы. На улице в клетках ютятся гигантские кролики, а напротив коровника живут домашние птицы. Здесь у Александра располагается настоящее птичье царство. В этом балке проживают более сорока десятков куриц. Но живут они здесь не одни. Их охраняет кошечка Руся и два её котёнка. Необычное соседство пернатых совершенно не смущает. Чувствуют они себя вольготно. Помещение тёплое, корм поступает три раза в день, поэтому несушки откладывают яйца исправно. Я сейчас с Нового года буду выпаривать яйца, чтобы цыплята много места не занимают, не несут. Клетки надел, чтобы клетки уже начали нестись. Были у Александра и гуси, но спроса на них нет, поэтому пришлось это направление закрыть. Зато появился Хрюша, он живёт за стенкой. Кормят его очень осторожно, чтобы не нарушил спокойствие в курином семействе. Конечно, нельзя загадывать, но какие у вас планы, до каких размеров хотите расшириться? Ну, и к июню, я думаю, что привезу ещё 10 коров и выпарю, ну, до 100 кур тоже дойти к лету пока. А потом будет зависеть всё от помещения тоже. И вся продукция будет поступать на Телевский? Да, да, да. Телевский в городе вот заказы есть, очень много заказов на яйца, как бы очень тут поначалу думали, что не будут продаваться дорого по 120 рублей. Нет, все звонят, спрашивают. И как-то узнают друг у друга через знакомых и звонят. Спрос очень хороший. Да, да, да. Вот таким разнообразным и даже прибыльным может быть сельское хозяйство в Заполярье. Валентина Чепичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Госуслуги в электронном виде для пользователей портала станут дешевле на 30%. Соответствующие изменения федерального законодательства вступают в силу с 1 января 2017 года. Единовременную выплату в размере 5000 рублей получат российские пенсионеры в январе 2017. С нового года госуслуги в электронном виде для пользователей портала станут дешевле на 30%. Соответствующие изменения федерального законодательства вступают в силу с 1 января 2017 года. Подешевеют особо популярные у населения услуги, к примеру, получение паспорта. Так, в настоящее время госпошлина за заграничный паспорт нового образца на 10 лет составляет 3,5 тысячи рублей. Если ее размер останется прежним в 2017 году, то скидка может составить чуть более 1 тысячи рублей для того, кто подал заявку на оформление паспорта через портал. За оформление внутреннего российского паспорта в 14, 20 и 45 лет вместо 300 рублей по новым правилам можно будет заплатить 210. При замене утерянного или испорченного паспорта по вине его владельца потратить придется не 1,5 тысячи рублей, а на 450 меньше – 1,050 рублей. Будут меньше пошлины и на другие, пользующиеся спросом услуги. В частности, постановка автомобиля на учет, регистрация брака, недвижимости и особо актуальная для жителей Неницкого округа услуга выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Как пояснили в окружном департаменте природных ресурсов в экологии АПК, граждане, заполняющие через портал госуслуг НАО заявление о выдаче, также смогут уплатить государственную пошлину с учетом понижающего коэффициента в размере 455 рублей. В настоящее время на портале госуслуг зарегистрировано более 5 тысяч жителей НАО. За 2016 год количество пользователей портала увеличилось почти в два раза. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат российские пенсионеры в январе 2017 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Пенсионный фонд планирует начислять по 5 тысяч рублей на основании документов, уже имеющихся в базе. Поэтому никаких дополнительных заявлений и обращений делать не нужно. Если пенсионер получает две пенсии, например, военный пенсионер, одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять пенсфонд. Если пенсионер получает пенсию с 3 по 13 число, то единовременную выплату ему доставят дополнительно в срок до 28 января 2017 года. В случае, если все-таки возникли проблемы с выплатой, например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но горожанин отсутствовал, деньги можно будет получить через месяц вместе с пенсией. Как сообщает Пенсионный фонд России, в этом году все виды пенсии, которые выплачивает пенсионный фонд, были проиндексированы на 4%. При этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. Считанные дни остаются до Нового года. Некоторые наринмарцы на новогодний каникул планируют поехать за границу. Для того, чтобы поездка не оказалась испорченной, мало купить билеты и забронировать отель. Нужно также убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов и задолженностей. Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области Ненинскому автономному округу рекомендует жителям региона убедиться, что в отношении них не возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы активно применяют к должникам такую меру принудительного исполнения, как ограничение права выезда за пределы России. Снятие ограничения занимает до 10 дней, поэтому об оплате за должности необходимо позаботиться заранее. Оплатить долги в аэропорту и сразу улететь не получится. Проверить себя можно на официальном сайте управления в разделе «Узнай о своих долгах». С завтрашнего дня, то есть 30 декабря, в России можно платить налоги не только за себя, но и за других. Как пишет российская газета, соответствующая поправка внесена в налоговый кодекс. По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сегодня, когда можно платить налоги даже с телефона, устаревшая законодательная норма мешала. Граждане жаловались на незачисление платежей при уплате налогов за близких родственников, например, мужем за жену или родителями за детей. Теперь любое лицо может уплатить налог за любого налогоплательщика, а по реквизитам платежного поручения установить, кто и за кого платил. Еще одно новшество, которым поделился Михаил Мишустин. С 9 января 2017 года, то есть с первого рабочего дня, физическое лицо может подать заявление о постановке на налоговый учет в любом налоговом органе страны для получения ИНН. Место регистрации значения не имеет. О достижениях и планах на будущее. Наша съемочная группа побывала в гостях у Ненинского рыбак-колхозсоюза. Подробности через несколько секунд. Жизнь на севере невозможно представить без рыбодобычи. В этом году в данной отрасли были как проблемы, так и достижения. Одним из них можно смело назвать приобретение Ненинского рыбак-колхозсоюза. На смену устаревшим кораблям семьи рыболовецких колхозов пришел траулер Печора. Он позволит не только добывать рыбу, но и перерабатывать ее. В канун Нового года мы побывали в гостях у Ненинского рыбак-колхозсоюза. Это первый пробный рейс нового траулера Печора. Рыбаки уже оценили всю мощь и удобство современного судна. Когда будет налажена работа и доустановят необходимые элементы, траулер расширит возможности предприятия. Вместе с проверенными судами НЕС, Заполярье и Серпухов, Ненинский рыбак-колхозсоюз сможет осваивать квоты в полном объеме. Впрочем, и в этом году предприятие освоило квоту на 100%. Улов составил более 13 тысяч тонн рыбы. Половина улова идет на экспорт. Часть скупают другие регионы России. Остальное поступает сюда, в рыбоперерабатывающий цех. Здесь из рыбы делают полуфабрикаты и готовую продукцию. Какую именно, сейчас узнаем. Экскурсию по производственным помещениям нам проводит Данил Бараков, технолог рыбоперерабатывающего цеха. В данное помещение заводится мороженая рыба, где происходит ее дефростация. Также она раскладывается по видам. В течение суток она тает, и на следующий день, получается, ее уже можно пускать в переработку. Население на разделку, на копчение и так далее. Здесь ее разделывают на соление, на копчение, градируют. То есть, на разные операции. В данном помещении введет ее посол. Тоже в зависимости от вида и какую мы хотим получить продукцию, солится различными способами. Туз луком, солью и так далее. Вся работа по разделке рыбы выполняется вручную. В день через одного работника может пройти до 300 килограммов рыбы. Легаем в голову и спарываем по позвоночнику. В зависимости от вида продукции, разделанные тушки отправляются на соление, вяление или копчение. Вот, в принципе, у нас получается конечный продукт на выходе, начиная от заморозки и заканчивается уже копченой рыбой. Так вот, таким образом она развешивается, изи, сеги, зельди, верши. И вот непосредственно самый цех копчения. Эти две печи у нас холодного копчения. Это печь для горячего копчения. На чем коптите? Мы коптим на ольховом опилке, без добавления каких-нибудь добавок, без жидкого дыма. Всё, только натуральное. Фасуют готовую и слабосолёную продукцию в следующем помещении. Там установлен вакуумный аппарат, который позволяет продлить свежесть продукта. Сколько рыбы в вакуумной упаковке может поменьше? До двух месяцев. Ничего с ней не будет? Нет. Дебюк, я не могу сказать. От 0 до минус 5. Вот такая вот красивая упаковочка получается. Дальше тоже пробиваем бирочку и в магазин управляем. Сами любите зельдь? Очень. Часто едите? Зельдя, по-моему, все любят. И все хучи берут со всех регионов страны. Посылки идут. Осенью 2016 года в цехе запустили производство полуфабрикатов. Ненецкий рыбак-колхоз «Союз» потратил около 8 миллионов рублей собственных средств на возведение пристройки, в котором делают новую продукцию. Теперь у жителей округа есть возможность купить рыбные котлеты и пельмени. Сюда закладывается фарш, сюда тесто, и тут мукою, чтобы не прилипало. Потом все выкладывается на поднос, относится к шоковой заморозке. Сколько в сутки вы пельменей делаете? От 20 до 25 килограммов. Килограммов? Да, да. А сами пробовали эти пельмени? Да. Ну и как? Очень понравились. Первый раз попробовал. Раньше думал, как-то не очень, а казалось вкусно. Председатель Ненецкого рыбак-колхоз «Союза» Алексей Детятев новым производством и работой коллег доволен. Предприятие покрывает потребности населения округа в рыбе и рыбной продукции. А это порядка 150 тонн в год. Стрескает барница в море. То есть мы держим цену где-то порядка 180-207 рублей. То есть на сегодняшний день в России таких цен нет. То есть они все 250, 270, 280. То есть мы умышленно не поднимаем цену для налимарского потребителя, получается, для своего потребителя. Когда продукция готова, она отправляется на склад, где дожидается своего заказчика или сразу идет на реализацию. Здесь, в рыбной лавке, завершается большое путешествие морской и речной рыбы. В копченом, вяленом, соленом и свежемороженом виде она поступает на прилавки магазина, где, кстати, долго не задерживается. Жителям и гостям округа предлагается более ста наименований рыбной продукции. Расходится она быстро. Например, свежемороженые трески ежедневно покупают в 60 килограммов, а всеми любимых копченых зельдей уходит килограммов в 50. А сами вы какую рыбу больше всего любите? Ну, в основном, наверное, нашу северную рыбку. Семга, зельди, сик. И будете работать до 31 декабря? Обязательно, обязательно. Конечно, конечно, да, да, да. Работаем в обычном режиме. Добро пожаловать в наш магазин. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды. Далее прогноз погоды.